22 апреля 2024 год. Советское прошлое из меня вылезло автоматически. Сказал сегодня, блин, 22 апреля, что это 22 апреля? День рождения Ленина. Чем спровоцировал такой диалог? Один говорит, а ты помнишь, сколько мы стояли в очереди, чтобы Ленина увидели? А второй ему отвечает, где? Чем меня разбешил, конечно, нереально. Ну, в общем-то, ребята, я хотел бы еще, знаете, давайте процитируем этого, блин, кровопийца. Никто не повинен в том, что он родился рабом, но раб, который не только не чурается своего рабства, но и оправдывая этого, называя, например, удушение Польши или Украины, защитой отечественной, такой раб есть, должен называться с полонноту основанием халуй и хам. Вот так вот. Это написал Ленин в Швейцарии в 1914 году. Ну, еще приживой-то Российской империи. Не был в курсе он вообще, что ему еще, по славу Владимира Владимировича Путина, еще Украину придется создавать только. Видите, он пишет о национальной гордости великороссов. Ну, почитайте. Любопытно. Ой, да, слава Богу, что это прошло. Сейчас бы, блин, шли на какие-то дети. Вы понимаете, что детей поощряли тем, что позволяли отставить в очереди, пойти посмотреть на труп в Москве в центре. Что за страна, в центре которой на Красной площади лежит труп уже сто лет. В 1924 году Ленин умер. И он до сих пор там валяется, понимаете. И к нему ходили, водили при Советском Союзе детей поощрять. Ты хорошо себя вел, ты хороший там мальчик, девочка, учишься хорошо. Молодец. Дадите посмотреть на труп дедушки, который там лежит десятилетиями уже. Представляете. То есть цирк-клоун или посмотреть на труп дедушки. Конечно, на труп дедушки. Правда ж. Шиза просто. Похороните вы его уже, бицинка.